Особые. Сегодня мы на литургии прославляли страстотерпцев. Завтра литургия воскресная. Прославляем наших преподобномученицу Елизавету и инокиню Варвару. Все это, конечно, прикосновение к любви, которую нельзя убить. Нельзя ее растоптать и облить грязью. Сколько, мы говорили, клеветы было на царственных страстотерпцев, сколько было грязи, но свет во тьме светит. И поэтому для нас очень важно помнить, что все, что мы делаем в этом мире, в этой жизни, она довольно коротка. За это время нужно научиться что-то делать по любви, кого-то полюбить, а может быть больше. Может быть, можно полюбить весь мир, каждого человека, которого жалко, в каком он состоянии находится. Не зная Бога, не понимая, зачем он живет, не понимая вообще ценностей, человек приходит в дикое состояние. Понимаете? Дикое состояние, потому что он уже не владеет собой. И как важно, чтобы этот человек нашел путь к храму, чтобы он наш встретил Бога в своей жизни. Потому что иначе это все пустотет, это бессмыслица. Вот посвятила она свою жизнь после трагических событий, смерти мужа, страшной смерти. Она посвятила свою жизнь на то, чтобы помочь людям, чем может она помочь, добрым словом, какие-то, понимаете, теплотой. И ее дело продолжается. Продолжается она во многих, во многих местах и даже за границей. В монастыре есть преподобномученицы с сестричества, где люди все-таки находят силы и время поделиться своим вниманием, своим добрым словом с ближними, которые часто приходят в озлобленное и такое безнадежное состояние. Мы окружены этими людьми, да и сами мы понимаем, что если отойдет благодать, в каком мы состоянии с вами окажемся. И все это для того, чтобы сохранилась надежда на жизнь вечную, чтобы не погас огонек веры, который задувает эти ветры, эти бури, земных потрясений, земных каких-то перипетий. Да и сами мы часто отвлекаемся и тратим время совсем не на то, что нужно было бы, а время дорого у нас. Поэтому так важны вот эти ориентиры, так важно для нас вот эта живая связь со святыми, потому что это не просто память, это живая связь. И во время богослужения мы имеем возможность общаться, просить. И во время Таинства Евхаристии мы соединяемся все, потому что частички священник понимает и поминает и святых, и живых. Еще неизвестно, в каком состоянии они окажутся, и тех, кто ушли в вечность. И все это в одной чаше, кровью Христа и Его любовью омывается и освящается. Это, конечно, космос. Это космос, это запредельно, это не постигнуть никакими философскими какими-то учениями. Это нужно принять на веру, это надо стать ребенком, это надо смириться. И тогда действительно жизнь абсолютно изменится, потому что мы увидим, сколько всего на нас нового, сколько всего такого ненастоящего, поддельного, ширпотребов, так этого китайского, надоело это все китайское, все на один раз, раз и все ломается, все выбрасывается. Хочется настоящего счета, понимаете, чтобы оно было вечное, конечно же. И вот, конечно, здесь у нас есть возможность потрудиться, приобщиться к жизни людей, которым, наверное, сложнее, труднее, где-то в интернате, где-то в больнице. И это для нас большой, 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 конечно, такой подарок Божий. Как сказал отец Николай Гурьянов, что за молитвы больных вы спасетесь. Это нам очень важно услышать, потому что мы иногда видим, что мы не умеем ни молиться, ни смиряться и не способны к этому. Но если мы сможем что-то сделать хорошее, если мы хоть кому-то протянем руку, поставим плечо, утешим, понимаете, это уже что-то настоящее. На этом можно строить наше с вами спасение. Поэтому важно очень, что Господь так дал нам устроить наше сестричество, потом монастырь. И, конечно же, преподобная мученица Елизавета, ее частица мощей пребывает с нами. Уже, может, вы вспомните, два раза привозили ее десницу, какой праздник был здесь, в монастыре, когда круглосуточно читались акафисты, мы упоминались люди. Будем надеяться, что еще когда-нибудь такое получится у нас. Обещали американцы, но не знаю, может быть. Все в руках Божьих. Ну, а сейчас, конечно, уже час поздний. Завтра у нас, хочу напомнить, у нас будет две литургии, это же воскресный день совпадает. Вторая литургия, как и было, в 9 часов. Первая литургия в 7 часов. 7 часов после литургии. Акафист, водосвятный молебен и ход крестный. Так что, по возможностям, по силам, выбирайте. Будем молиться, будем просить Божьей помощи. Ну, назвал сокрови, полезай в кузов. Помоги всем Господу. Правильно.